Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры, в третьей очереди, жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Эфир канал РНТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. В самый короткий день года энергетики отмечают профессиональный праздник. Лучших в профессии по традиции поздравили в администрации города-курорта. За прошедший год ту работу, которую вы проделали на территории города-курорта Анапа, она не может не вызывать уважения. Иногда вы, я не боюсь этого слова, проявляете героизм, когда погодные условия очень жесткие, а Анапа характерна в этом вопросе на территории Краснодарского края. Я вижу, какие усилия вы прикладываете. Вижу, как во временном промежутке изменилось отношение к устранению тех аварий, которые возникают на комплексе энергетического города-курорта. И ваше, прежде всего, личное отношение к этим вопросам. Я хочу выразить вам огромную благодарность. В этом году приняты беспрецедентные меры по улучшению качества электроснабжения. Анапчане и гости-курорта это хорошо ощутили. По сравнению с прошлым годом, аварийных отключений практически нет. Лучшим из лучших глава города-курорта вручил грамоты и благодарности администрации. В штабе казачества прошел круглый стол, организованный Советом депутатов города-курорта и Советом молодых депутатов. Обсудили возрождение казачьих традиций, открытие казачьих классов и обучение казачьим военным дисциплинам. Светлана Вилова продолжит тему. За круглым столом казаки Анапа и депутаты Совета города-курорта собрались, чтобы обсудить вопросы, касающиеся системы казачьего образования с использованием современных технологий. Поговорить о роли казачьей семьи и какой должна быть подготовка кадетов к службе на благо Отечества. Работа казаков всегда видна, говорит атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников. Казаки принимают активное участие в общественной и политической жизни города, ведут работу по воспитанию молодежи, обеспечивают общественный порядок. Мы охраняем общественный порядок, занимаемся этими, занимаемся патриотическим воспитанием детей. И все это лежит на нас. И мы это делаем с удовольствием. Анапский район сейчас стоит на первых местах в кубанском казачьем войске. На нас люди равняются. О высоком авторитете казачества говорят и другие факты. Анапские казаки являются депутатами Законодательного собрания Краснодарского края, депутатами Совета города-курорта Анапа. Районное казачье общество является одним из учредителей российского фестиваля «Казачок», который на Анапской земле стал уже традиционным. Казаки поставили перед собой цель – в скором времени создать в Анапе центр казачьей культуры. Мы хотим создать центр казачьей культуры. Не надо там центры разных, их много создавать. Есть один центр казачьей культуры, который будет учить наших детей, нашим обычным казачьим. Как правильно, как раньше провожали в армию казаков, как играли свадьбу казачьи. Учить правильно танцевать и петь. Возрождение казачества начинается с кадетских классов. В Анапском районе их 20. Каждый год открываются новые. В 2013 году такие классы были открыты в 6-й школе и в 12-й. Надо отметить, что в 12-й школе их уже 6. Ребята изучают православную культуру, историю казачества, декоративно-прикладное творчество, принимают участие в военно-спортивных играх, демонстрируют на парадах строевую подготовку. Анапское казачество гордится, что кадетов обучают учителя, преданные православной вере и отечеству. Учитель физкультуры и ОБЖ Анатолий Кислухин отмечают казаки – растит из мальчишек, настоящих защитников Родины. Кислухин, да он из них уже, я не знаю, защитников Родины сделал, детям еще 10 лет всего лишь, они уже автомат разбирают, как спецназы, понимаете, с закрытыми глазами, быстрее всех, воинская дисциплина, полярно. Есть перспективы и в плане обучения верховой езды. На базе спортивной детской школы номер 6 создана конюшня, в которой 38 лошадей. В данный момент казаки изыскивают средства для оплаты работы тренеров и конюхов. Как только этот вопрос будет решен, анапские казачата займутся конкуром. Нужны не только казачьи классы, но и казачьи школы, уверены казаки. Тогда ряды казачьих войск будут еще крепче. Повысится и уровень казачьей культуры. В ходе беседы выяснилось, что не во всех кадетских классах при общеобразовательных школах ведется закон Божий. Недоволен таким положением дел и председатель Совета депутатов города-курорта Леонид Кочетов. Это же национальная идея Кубани. Через казачество, через вот эти положительные подвижные структуры, вы знаете, это же воспитание, ну воспитание, будем говорить, человека, человека совестливого, человека с православной культурой, с православными корнями. Ну, понимаете, что православие – это основа морали и духовности нашего российского населения. По завершению выступления Леонида Кочетова на память приходят слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который отмечает, что быть православным – это не только стоять в форме вне храма и охранять храм. Быть казаком – это значит быть сердцем в храме. Светлана Авелова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. Продолжаем выпуск. Уходящий 2013 год охраны окружающей среды. Эта тема для нашего города-курорта будет актуальной всегда, благодаря уникальному заповеднику Утриш. Что сделано и что предстоит сделать, чтобы сохранить его флору и фауну, обсудили на отчетной конференции ведущие сотрудники государственного учреждения «Природный заповедник Утриш». Обстановку на Утрише сегодня знают и наши корреспонденты. Перед началом конференции поздравили победителя всероссийского конкурса «Заповедный волонтер-2013» Анапчанку, ученицу школы номер 2 Анастасию Покиш, и вручили диплом первой степени. Она не только написала научную работу, но и водила по тропам заповедника Утриш экскурсии школьников. Сейчас уже знают, конечно, про заповедник Утриш, но так как он новый, раньше об этом было мало известно. Вот поэтому сейчас надо детей приглашать в наш заповедник, чтобы они просвещались в плане флоры и фауны вообще России. Потому что мне кажется, что на уроке биологии все-таки выделено мало времени, как в шестом классе это два часа, в седьмом классе два часа. А так в развлекательном виде вы больше запомните информацию и получите удовольствие. Главным событием конференции стала презентация второго тома «Атласа заповедника Утриш», который содержит не только уникальные фотофлоры и фауны, но и 22 карты с полной характеристикой природно-климатических условий. В издании обобщен исследовательский труд 40 ученых нашей страны. Он содержит уникальную информацию по нашему заповеднику. Мы его в настоящее время презентуем во все школьные учреждения, вообще образовательные учреждения, в принципе, средние образовательные, высшие. Во все библиотеки России отправили заповедники и так далее. В этом году на территории заповедника не произошло ни одного случая браконьерства. Ряды волонтеров-экологов пополняются не только студентами, но и так называемыми серебряными волонтерами, людьми среднего возраста. Они приезжают не только отдыхать, но и помогают экологам. Сейчас готовы кормушки для птиц и животных. Размещаются они не только на самом Утрише, но и в зеленых зонах города. 2013 год, объявленный указом президента России годом охраны окружающей среды, заканчивается. Но экологи и волонтеры будут продолжать свою работу. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир» провел традиционную спартакиаду для учащихся среднеспециальных и высших учебных заведений Анапы. У США «Виктория» у нас очередной этап спартакиады – это вид волейбол для команд среднеспециальных учебных заведений. Уже состоялись соревнования по мини-футболу среди студентов. И на сегодняшнем этапе волейболу подведены будут итоги мини-футбола и вручены призы и награды победителям этого вида спорта. Она появляется экспериментальной площадкой подготовки волонтеров к чемпионату мира 2018 года. На этом мероприятии присутствуют представители Росмолодежи – команды 2018, которые обращают внимание на то, как город занимается подготовкой волонтеров и сами проводят занятия. По итогам соревнований победителем между среднеспециальными учебными заведениями стала команда Анапского индустриального техникума. А среди высших учебных заведений первым стали волейболисты университета имени Шолохова. Спартакиады закончатся в марте 2014 года. Следующий вид спартакиады состоится в январе будущего года в направлении плавания. В детской юношеской спортивной школе «Виктория» проходит первенство города по плаванию. Соревнования продлятся несколько дней. Победителей и призеров будут определять по разным возрастным категориям. На торжественной церемонии открытия побывала наша съемочная группа. На параде открытия спортсменов приветствовал и поздравил с началом соревнований начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Скилков. Плавание является одним из эффективнейших средств укрепления здоровья и физического развития человека, начиная с первых месяцев жизни и до старости. Для школьников занятия плаванием чрезвычайно полезны. Вода массирует находящиеся в коже и мышцах нервные окончания. Благоприятное воздействие на центральную нервную систему успокаивает, снимает утомление. После плавания человек легче засыпает, крепче спит, у него улучшается внимание и память. Вот и Арсению Кулаеву из-за его проблем с шеей врачи посоветовали заниматься плаванием. За три года занятий мальчик участвует в таких соревнованиях уже не в первый раз. Поедешь куда-нибудь, вдруг корабль трохнет, надо плыть. В заплывах принимают участие более ста спортсменов. Соревнования проводятся по нескольким дисциплинам, первый из которых 100-метровый заплыв брасом. Диме Воденицкому удалось приплыть вторым, хотя опыта в таких состязаниях у него еще мало. Потому что я, когда был маленький, я очень любил воду и хотел купаться. Потому я и пошел на плавание. Соревнования являются традиционными и показывают наглядно подготовку анапских спортсменов. По ним можно судить, насколько легко тот или иной воспитанник усваивает технику плавания. 21 декабря все результаты первенства города-курорта Анапа по плаванию среди учащихся 2000-2005 годов рождения будут известны. Победители наградят. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа-регион. Медиагруппа Анапа готовит подарки к Новому году. Участвуйте в наших проектах «Письмо Деду Морозу» и «Стих на табуретке». В этом году участников ждут новые сюрпризы и подарки. В обмен на оригинальное новогоднее поздравление, которое нужно прислать на почту «Мороз. Собака. Анапа. Регион. Ру». Подробности и условий конкурсов смотрите на нашем сайте «Анапа. Регион. Ру». Здравствуй, Дедушка Мороз. Есть у нас к тебе вопрос. Почему одет раз в год? Криллый пластник – новый кот. Если есть такой вариант, пусть его чуть-чуть продлят. Кто потакать, тебе нет много-много. Готовы. Воз. Воз. Все. Участвуй в конкурсе «Стих на табуретке». Придумай новогоднее стихотворение и пришли на почту anaparegionsobaka.gmail.com. Подробности на сайте anaparegion.ru. Внимание у жителей Субсехского сельского округа. В Анапе продолжается модернизация электрических сетей. 20 декабря с 8 до 22 часов будут проводиться ремонтные работы на территории округа. В связи с чем будет частично прервано электроснабжение в поселках Суко, Киблерово, Большой Утриш и Павловка. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. В пятницу 20 декабря в Анапе сохранится солнечная погода. Температура воздуха днем 3,5, ночью до плюс 2 градусов по Цельсию. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление высокое. 771 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 3 градуса тепла. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и салона магазина подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона» – все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений, сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона» – Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом!